Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим параметры процесса резания. Основными характеристиками определяющими резание пищевых материалов служат силовые параметры резания, такие как удельная работа резания, удельное сопротивление резания, условное напряжение резания и другие, наивыгоднейшие скорости резания и подачи, определяющие производительность процесса резания, качество обработанной поверхности, влияние разрезаемого материала на затупление режущего инструмента и ряд других. Эти характеристики проявляются по-разному в зависимости от физико-механических свойств материала. Авторами работ по резанию изучались следующие вопросы. Процесс разрушения материала под действием режущего инструмента, сопротивление резанию, работа резания, скорость резания, производительность режущего инструмента, геометрическая характеристика режущего инструмента, угол заточки, толщина ножа, износа устойчивость режущего инструмента, влияние структурно-механических свойств материала на выбор способа резания и параметров резания, расчет мощности и коэффициенты трения пары, разрезаемый материал, поверхность инструмента и другое. Рассмотрим главные из перечисленных показателей процесса резания. Рассмотрим геометрию лезвия, а точнее его режущей кромки. Различают три угла. Угол гамма это передний угол, бета угол заострения 5 градусов или от 7 до 12 градусов, а в некоторых случаях и 90 градусов, в зависимости от свойств разрезаемого материала. Альфа это задний угол, альфа плюс бета угол резания. Это важная информация для понимания того, как устроена основная часть режущего инструмента. И в дальнейшем, когда вы будете видеть картинки на экране со схемами разрезания пищевых продуктов, сырья, полуфабрикатов, вы держите в голове эту схему. На схемах, которые будут демонстрироваться на экране, наименование углов и их обозначения могут отличаться от приведенных сейчас. Однако, если вы сопоставите, то те обозначения, которые приводятся с теми, которые сейчас есть на экране, то вполне сможете разобраться, где находится передний угол, задний угол, угол заострения и угол резания. Под скоростью резания понимают скорость точки лезвия режущего инструмента по отношению к точке на поверхности среза материала в направлении рабочего движения. При вращательном движении режущего инструмента дисковых ножей за скорость резания принимается скорость точек лезвия наиболее удаленных от оси вращения. При этом скорость резания в метрах в секунду рассчитывается по формуле. Жилиговский, рассматривая резание стеблей режущим инструментом уборочной машины, определил зависимость между усилием P и скоростью резания. Эта зависимость была получена из условия, что стебель не имеет опоры при резании и приращение скорости стебля равно скорости режущего инструмента. При анализе работы мыла резательных автоматов установлено, что причиной образования неправильного косого среза при резании мыла в бесприводных и приводных автоматах с плоскими ножами является несоответствие скорости подачи продукта и скорости перемещения ножей в процессе резания. Экспериментально было определено, что увеличение коэффициента скольжения путем повышения скорости резания приводит к повышению удельной работы резания. Скорость подачи при этом оказывает меньшее влияние на величину удельной работы резания. Установлено, что при повышении соотношения скоростей резания и подачи улучшается качество среза сухарных плит. Интересными являются следующие вопросы. Как происходит разрушение материала в зоне резания? Какие изменения вносят в распределение деформации и напряжение скользящее движение ножа? И так далее. Трудности изучения скользящего резания обусловлены не однородностью пищевых материалов, а разрушение происходит при высокой скорости ножа в локализованных микрообъемах. Результаты исследования нормального рубящего резания не могут быть непосредственно перенесены на процесс разрушения материала при скользящем резании. Интересные данные получены при исследовании зависимости деформации карамели при ее формовании от скорости внедрения ножей в исследуемую массу. При скорости до 0,65 м в минуту по всему сечению образца наблюдалась деформация смятия. Поверхность была матовой без нарушения целостности. При повышении скорости до 7,11 м в минуту наблюдалась шероховатая поверхность среза террасового строения, а при увеличении скорости свыше 7,11 м в минуту хрупкое разрушение массы. Установлено, что характер деления карамельного жгута в основном зависит от температуры, и влажности массы, а также от скорости врезания ножей. Было введено понятие критическая скорость врезания ножей в массу. Первая критическая скорость, при которой по всему сечению карамельного жгута наблюдается только пластическое течение, зависит от влажности и температуры массы. Вторая критическая скорость, при которой по всему сечению карамельного жгута наблюдается только скалывание, зависит от параметров массы и диаметра жгута. Выражения для первой и второй критической скоростей при температуре массы 75 градусов Цельсия имеют вид. Эти формулы применимы для расчёта критических скоростей при толщине ножа до 4 миллиметров с углом заточки режущей кромки до 90 градусов. Зависимость максимальной нагрузки Pmax от скорости резания, температуры и влажности карамельной массы и формы режущей кромки ножа представлена на экране. Для ножа с плоской режущей кромкой К1 рассчитывается по формуле, для ножа с заострённой режущей кромкой К1 рассчитывается по формуле. Значение коэффициентов в уравнении представлено в таблице на экране. Коэффициент k2 рассчитывается по формуле. Коэффициент k3 рассчитывается по формуле. Значение коэффициентов в уравнении представлено в таблице на экране. Уравнение применимо для скоростей резания ниже первой критической при температуре карамельной массы в пределах от 75 до 80 градусов Цельсия, толщине ножа до 4 мм с заострённой и плоской режущей кромкой, угле заточки ножа до 90 градусов Цельсия, диаметре карамельного жгута до 18 мм. С увеличением скорости резания мясо под кромкой лезвия не успевает передать давление лезвия на весь его объём. Давление распространяется только на ближайшие частицы, так как, хотя скорость распространения деформации и велика, но создаётся так называемый скоростной подпор мяса под лезвием. Время действия сил на элементарный объём при резании со скоростью выше 10 м в секунду мало по сравнению с периодом релаксации мяса. На экспериментальной установке исследовано изменение силы резания при увеличении скорости ленты и подачи образца мяса. С увеличением скорости режущей ленты вертикальная и горизонтальная составляющая силы резания снижаются, что объяснено кинематическим заострением лезвия ленты. Обобщая эти результаты можно сделать вывод, что скорость резания влияет на количественные параметры резания, усилию, работу, мощность, а также на качество разреза. Усилие резания – это суммарная сила сопротивления резания продукта. Её необходимо знать для конструирования машин и устройств. Оно позволяет объективно описать процесс резания и оценить влияние на него различных факторов. Для удобства расчетов и сравнимости результатов, общее усилие резания обычно относят к длине лезвия и усилия резания, приходящиеся на единицу длины лезвия, называют удельным усилием резания. Общее усилие, прикладываемое к ножу при резании, рассчитывается по формуле. По данным значение П, ньютон на сантиметр, для различных продуктов равны. Морковь – 14-16, капуста – 10-12, лук – 17-18, свекла – 9-11, сырой картофель – 6-7, парное мясо – 50-80, мороженое мясо – 230-300, варёное мясо – 27-50, сало – 100-150, мыло – 3,6-8,3. Как видно, значение П малое колеблются в довольно широких пределах, при этом они даны без учёта условий резания. Хромиенковым рассмотрено скользящее резание сухарных плит, при этом отмечено, что наличие скорости ножа вдоль лезвия заставляет плоскость режущего клина АОБ отклоняться от горизонтального положения в положение А1ОБ1, так чтобы вектор абсолютной скорости У с чертой находился в плоскости А1ОБ1. Им введено понятие эффективный угол заточки β – угол А1ОБ1. Движение ножа рассмотрено как внедрение клинообразной пластины с углом заточки равным эффективному углу β. Принято, что ширина ножа равна β', длина режущей кромки – h'. Усилие, действующее со стороны ножа на разрезаемый материал в ньютонах, рассчитывается по формуле. Провести аналитический расчёт полного усилия резания по формуле затруднительно, так как определение сопротивления чистому резанию P0 связано с физической сучностью процесса разделения материала на части, то есть его разрушения, а она трудно определяема, особенно для упруга вязко-пластичных масс. Какими являются пищевые материалы? Мы можем пойти по пути теоретического нахождения вредных сопротивления резанию и экспериментального определения полного усилия. Удельное усилие от вредных сопротивлений в ньютон, делённое на метр, можно определить по формуле. Расчёт P для случая нормального резания пшеничного хлеба с временем черствения 4 часа показал, что при условиях, которые указаны на экране, P малое равно 66 ньютон, делённое на метр. Рост потребления резаного хлеба, а также использование его для производства сухарей, что экономически оправдано, привели к необходимости изучения процесса резания свежего хлеба, так как известные способы резания охлаждённого хлеба не дают удовлетворительных результатов. Экспериментальное исследование резания свежего хлеба вращающейся проволокой, колеблющейся при помощи ультразвука, подогретой проволокой, лазерным лучом, струёй высокого давления не дало удовлетворительных результатов. Хорошее качество поверхности отрезанных кусков хлеба было получено при резании ленточным ножом. Для проведения испытаний была создана экспериментальная установка, позволившая изменять скорость резания ленточным ножом в пределах от 1,1 до 23,7 мс и скорость подачи от 0,09 до 1,4 мс. При выборе вида нарезки ножа было отдано предпочтение волнообразной, имеющей ряд преимуществ перед другими видами. Малые напряжения у основания зуба, незначительное количество частиц хлеба, прилипающих к основанию зуба, хорошее режущее действие, определяемое геометрией профиля ножа, сравнительно простая технология производства ножей. Между основными параметрами ножа имеются следующие соотношения HZ синус Ро. Угол резания при вершине зуба Ро должен быть от 30 до 45 градусов. Использовались ножи шириной 10 мм толщиной 0,5 мм, шагом зубьев 5, 15 и 20 мм. Угол при вершине изменяли от 11 до 36 градусов. Угол резания от 36 до 50 градусов. Температура мякиша хлеба была свыше 90 градусов Цельсия. Качество поверхности среза оценивалось по трехбальной шкале. Кусок хлеба с удовлетворительной поверхностью оценивался в 2 балла с неудовлетворительной в 1 балл. Результаты опытов показали, что хорошее качество поверхности кусков хлеба получается при следующих параметрах процесса и ножа. Скорость резания от 6 до 14 метров в секунду. Скорость подачи от 0,5 до 0,7 метра в секунду. Сечение ножа 10 умножить на 0,5 мм. Шаг зубьев 15 мм. Угол резания 45 градусов. Угол при вершине зуба 15 градусов. Было получено выражение для средней силы резания в ньютонах корнеплодов. При изменении скорости резания от 0,81 до 3 метров в секунду усилие резания корнеплодов увеличилось с 28 до 34 ньютонов. Усилия резания сахарной свеклы от скорости резания представлены на экране. Эти уравнения справедливы при изменении скорости резания от 5 до 12 метров в секунду для плоского ножа с радиусом закругления режущей кромки 15-20 мкм. Увеличение радиуса закругления с 15 до 63 мкм. Затупившийся нож привело к повышению силы сопротивления резанью овощей на 23%. Была получена экспериментальная зависимость усилия резания от глубины погружения ножа в разрезаемый материал – кожу. В начальный момент резания АБ усилие резания возрастает. При погружении ножа на глубину Z1 – 0,4-0,5H. Усилие растет медленнее. Кривая ВС. В точке С при погружении на глубину Z от 0,7 до 0,85H усилие достигает максимального значения. Появляется опережающая трещина в разрезаемом материале, а затем усилие резко уменьшается. Полученные зависимости позволяют определять максимальное усилие резания. Среднее значение его дает общее представление о характере разрушения материала. При изучении нормального резания материалов легкой промышленности двусторонним клинообразным ножом получена формула для определения усилия резания. С учетом затупления ножа, физико-механических свойств разрезаемого материала, толщины слоя при односторонней заточке ножа предложено полное усилие определять по формуле. К вопросу о составляющих общего усилия резания исследователи подходят по-разному. Предтеченский. Общее сопротивление резанию представляет суммы четырех составляющих. Первое. Сопротивление перерезанию волокон или стенок клеточек материала. Второе. Сопротивление отгибания отрезаемого пласта. Третье. Сопротивление трению отрезаемых пластов продукта при движении их по рабочей грани режущего инструмента. Четвертое. Сопротивление трению обрабатываемого продукта об опорную грань режущего инструмента. В работах Чупахина отмечено, что определение окружного усилия резания представляет значительные трудности, так как оно зависит от многих факторов, основными из которых являются размер и вид работы, форма режущей кромки ножа, относительная скорость разрезаемого материала по отношению к ножу. Усилия резания с достаточной для практических целей точностью можно определить по намограмме, разработанной Чупахиным. Гуревич равнодействующую силу, приложенных к ножу, представляет суммой. Так как Q1 с чертой и Q2 с чертой представляют для рыбы 10-15% от F1 с чертой, то силами Q1 с чертой и Q2 с чертой обычно пренебрегают. Процесс резания начинается тогда, когда фактическое напряжение на кромке ножа превзойдут предельные, фактические же напряжения установить трудно, так как свойства разрезаемых материалов разные и истинную площадь контакта трудно определить. Романов рассматривает силу сопротивления резанию в зависимости от составляющих. По данным Романова, сила разрушения материала на кромке ножа составляет 90-95% от общего усилия резания. Сила лобового сопротивления 0,1-0,2%. Сила резания на скосах 0,3-0,6%. Сила трения на боковых гранях 4,6-9,2%. Удельное усилие резания для ножей с различными геометрическими характеристиками режущей кромки находится в пределах от 6 до 14 кНм. При повышении скорости резания от 5,8 до 14,5 м в секунду изменение усилия резания не было обнаружено. Удельное усилие резания для мороженной рыбы на 15% меньше, а для рыбы в стадии автолиза на 15-18% больше, чем для свежей рыбы. Автор считает, что между чистотой среза и удельным усилием резания, как правило, наблюдается взаимосвязь. Чистый срез меньше усилия, плохой срез больше усилия. При повышении скорости срез получается более чистым. Сила необходимая для резания рыбного сырья определяется из условия равновесия клина под действием трех сил. Движущей силы, силу пругости разрезаемого материала действующих на наклонные грани ножа и силы трения. Некоторые исследователи также рекомендуют учитывать силу, приложенную к кромке ножа. По данным исследований была составлена таблица, в которой указаны значения удельной силы резания, действующей на кромке ножа. На основании анализа работ резания различных видов рыбы пришли к следующим выводам. Первое. Мышечные ткани рыбы ведут себя как упругое тело, подчиняющееся закону Гука, если величина мгновенно действующих напряжений не превышает предела упругости. Второе. Удельное усилие резания мяса при разрезании поперек волокон равно от двух до четырех ньютон, деленное на метр. Удельное усилие резания кожи в два шесть раза больше, чем для мяса. Удельное усилие резания кости, позвонков, составляет девяносто шесть ньютон, деленное на метр для трески, сто пятьдесят пять ньютон, деленное на метр для морского окуня. То есть приблизительно в пятьдесят раз больше, чем для мяса этих же рыб. Удельное усилие резания мяса вдоль мышечных волокон в полтора-два раза меньше, чем при резании поперек волокон. Снижение температуры мышечных тканей до отрицательных температур минус пять градусов Цельсия и ниже приводит к возрастанию удельного усилия резания до тридцати двух тридцати семи ньютон, деленное на метр. Увеличение прочности мышечных тканей можно объяснить появлением кристаллов льда в цитоплазме мышечных волокон. И последнее. Сила трения металлической поверхности о разрезанной поперек мышечной ткани в области упругих деформаций зависит от величины напряжения мышечных волокон и величины поверхности контакта. Согласно наиболее полной теории резания материалов пластинчатыми ножами, рассмотрены возможные силы, действующие на нож. Силы представлены на рисунке. В основу вывода положены следующие допущения. Силы сопротивления приняты постоянными. Разрезаемый материал имеет однородное строение. Нож движется с постоянной скоростью. Работа движущей силы расходуется только на преодоление сил сопротивления. Прилегающие к наклонным граням ножа слои материала при разрезании перемещаются в перпендикулярном направлении по отношению к оси ножа. Материал обладает упругими свойствами. Трение ножа о разрезаемый материал подчиняется закону Кулона. Суммарная движущая сила в ньютонах, найденная с помощью теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки, рассчитывается по формуле. После некоторых преобразований этого уравнения получено выражение для расчета удельной силы. Удельной, то есть отнесенной к единице длины режущей кромки движущей силы в ньютонах ножа с двусторонней заточкой. Формула для расчета тангенса αF также представлена на экране. По уравнению можно определить удельную движущую силу для ножа как с наклонной, так и с нормальной режущей кромкой. Для последнего вида ножа следует принять гамма равно 0, тангенс гамма равно 0, αF равно α. Из уравнения видно, что удельная движущая сила, R удельная, зависит от удельной силы резания PR, физико-механических свойств разрезаемого материала μ и Е, скорости резания V, глубины проникновения ножа в материал H, длины деформируемого материала, а также от геометрических параметров ножа, толщины δ и угла заточки α. Удельная движущая сила резания повышается с увеличением прочности и упругости разрезаемого материала, толщины, угла заточки и глубины погружения ножа, трение ножа о разрезаемый материал. Коэффициент полезного действия ножа это, который равен отношению удельной силы резания материала к общеудельной движущей силе. КПД ножа показывает долю энергии, которая расходуется непосредственно на резание, разрушение материала. Обобщая описанные подходы к решению задачи определения усилия резания как суммы составляющих его, следует отметить. Первое. Нет единого подхода к решению поставленной задачи, так как в каждом отдельном случае имеем различные свойства разрезаемых материалов. Для одних материалов, например, важно изучить влияние лезвия на усилия резания. Для других решающими являются боковые силы сопротивления. Поэтому для определения усилия резания представляется необходимым прежде всего экспериментально устанавливать характер разрушения материала, который затем позволит оценить влияние составляющих на общее усилие резания. Второе. Выражение для определения усилия резания входит коэффициент трения разрезаемого материала, а режущий инструмент. Прежде всего, следует иметь в виду, что деформация материала в результате внедрения режущего инструмента носит сложный характер. Здесь наблюдается одновременно сжатие, упрочнение материала, растяжение и сдвиг. Поэтому правильнее было бы влияние этих деформаций назвать коэффициентом сопротивления. Кроме того, принимая термин коэффициент трения для этого случая, необходимо училивать его зависимость от скорости деформации, от упрочнения материала, от площади контакта и других факторов. В результате опытов по резанию мяса было установлено, что силы резания уменьшаются с увеличением скорости резания. Было предложено следующие эмпирические зависимости. При скорости подачи 6 см в секунду. Между составляющими полного усилия резания и скоростью. Для вертикальной составляющей R1. Для горизонтальной составляющей R2. Есть данные по сопротивлению резания мышечной ткани мяса при резании его поперек волокон. Понижение температуры существенно влияет на усилие резания. Исследовали резание мяса рыбы при изменении температуры от минус 17 до плюс 20 градусов Цельсия. Установлено, что при понижении температуры образцов от плюс 1 до минус 17 градусов Цельсия удельное усилие резания линейно возрастает до 3,2-3,7 кН деленное на метр. Начиная с температуры минус 15 градусов Цельсия и ниже, усилие резания практически одинаково, независимо от вида рыбы. Усилие резания образцов мяса сечением 15 на 20 мм определены при температуре от плюс 5 до минус 7 градусов Цельсия. Резание производили поперек волокон ленточным ножом толщиной 1,5 мм с гладкой режущей кромкой с двухсторонней симметричной заточкой углом 14 градусов Цельсия. Режим резания был такой. Скорость подачи образца на нож 0,04 м в секунду. Скорость ленточного ножа 6 м в секунду. В результате обработки опытных данных была получена зависимость усилия резания в ньютонах от температуры мяса. Значение коэффициента А. Коэффициент В для всех образцов был равен 19,5 ньютона. Исследованием прочности мяса при срезе пуансонами с различными углами заточки режущей кромки 30, 80, 90 градусов. В диапазоне изменения температуры от плюс 10 до минус 10 градусов Цельсия установлено, что при увеличении угла заточки от 30 до 90 градусов удельное усилие повышалось с 2,68 до 3,85 кН на метр. При разрушении мышечных волокон и от 5,4 до 6,2 кН на метр при разрушении соединительной ткани. Установлена зависимость между деформационно-прочностными свойствами и усилием при резании. Для характеристики свойств был выбран так называемый показатель структуры мяса, равный отношению усилия при сжатии к усилию при срезе. Усилия сжатия находили с учетом деформации мяса на величину равную половине толщины ножа. Усилия при срезе, так же как и усилия резания, были приведены к толщине разрезаемого материала. Данные таблицы позволяют рассчитать усилия резания в зависимости от структурно-механических свойств мяса и режима резания. Наравне с усилием резания необходимо знать работу сил резания как для конструирования машин, так и для количественного описания процесса резания. На энергозатраты при резании влияют следующие факторы. Толщина лезвия, величина заглубления ножа, частота поверхности ножа, угол заточки ножа, толщина отрезаемого слоя, скорости резания и подачи, удельное сопротивление резанию или удельная работа резания, трение разрезаемого материала о поверхность ножа, упругие свойства материала. Многие исследователи считают важным знание энергозатрат как обобщенной характеристики процесса резания. Работу сил резания, отнесенную к единице площади, полученной вновь поверхности резания, принято называть удельной работой сил резания в джоулях на квадратный метр. Энергию ДА, необходимую на процесс резания, можно определить по закону, установленному Риббиндером. Доля каждой составляющей зависит от состояния продукта. При обработке пластичных материалов основная часть энергии затрачивается на пластические деформации, а при обработке хрупких продуктов возрастает роль поверхностной энергии. Основная доля расходуемой энергии затрачивается на повышение температуры продукта. Для резания мяса определено, что 80-85% общего расхода энергии используются на пластические деформации, а 15-20% на преодоление молекулярных сил или поверхностной энергии. Предложена формула для определения работы резания. Получены также следующие зависимости для определения работы резания и мощности. Работа резания рыбы можно представить такой формулой. Формулы для определения работы сил резания включают сопротивляемость материала резанию, путь и поверхность резания. Неизвестные величины омега и сигма можно определить только экспериментально. Слабо изучена зависимость аудельной от скорости резания. Температура материала, геометрических параметров режущего инструмента. Было предложено определять энергозатраты n по формуле. Для технических расчетов предложены упрощенные формулы для определения коэффициента kN, то есть коэффициента, зависящего от способа резания и геометрии ножа. Так, для свободного рубящего резания при толщине ножа дельта n меньше 0,5 мм, kN равно 1,5 дельта n. При толщине ножа больше 0,1 толщины отрезаемого слоя дельта, kN равно 0,15 дельта. Для скользящего резания при дельта n меньше 0,5 мм, kN равно 1,5 дельта n кс. При дельта n больше 0,1 дельта, kN равно 0,1 дельта кс. При стесненном рубящем резании, kN равно l дельта n деленное на дельта, где l глубина резания. А при стесненном скользящем резании, kN равно 0,7 л дельта n деленное на дельта кс, где кс – коэффициент скольжения. Удельная работа резания различных свежих плодов и овощей при резании ножами толщиной 100 мкм с углом заточки 90 градусов представлена в таблице на экране. В литературе недостаточно освещено исследование качества поверхности среза и влияние на нее различных факторов. Отсутствуют методы и приборы по определению качества поверхности пищевых изделий. Однако почти во всех работах по резанию пищевых материалов в той или иной степени отражены вопросы качества получаемой поверхности среза. Так, Кириллов указывает на качество получаемого продукта зависит от рабочего инструмента, степени его износа, от конструкции машины в целом, от самого продукта и многих других факторов. И что хорошее качество нарезанного продукта – один из важнейших показателей совершенства резательных машин. Для установления качества работы овощерезательных машин за критерий качества принимается шероховатость поверхности среза корни, клубни, плодов. Шероховатость определяется средней высотой неровности, то есть средним арифметическим высот измеряемого участка неровностей от гребня до впадины. Вот, интересно, такой вопрос. Ведь есть же методы и оборудование для определения шероховатости стальной поверхности. В общем, металлической поверхности. А если адаптировать эти приборы для измерения шероховатости поверхности после нарезания пищевых изделий? Какие тут могут быть сложности или ограничения? То, что сталь у нас твердое, а продукт мягкий, это можно учесть поправочными коэффициентами. Сейчас очень хорошо развиваются микроскопы. Можно поставить микроскоп таким образом, чтобы он снимал торец изделия сбоку. До разрезания, после разрезания. Потом это все перевести на компьютер и замерить эти впадины, пики, как я выше говорил. И построить какие-то графические зависимости. И уже по этим графическим зависимостям говорить о том, качественная поверхность среза или некачественная. Частота разреза тем лучше, чем меньше усилия резания. Касательное резание является ценным в случаях, когда требуется разрезать легко деформирующиеся и малопрочные материалы. И когда частота разреза является показателем процесса, особенно в сфере общественного питания, при нарезании порционных полуфабрикатов и изделий. Режим резания и геометрия режущего инструмента оказывают существенное влияние на частоту разреза. С увеличением скорости резания улучшается его качество при скользящем резании рыбы. Основным показателем процесса резания является качество разреза, которое зависит от характера деформаций, возникающих в местах разреза тела рыб. Характер деформации определяется формой режущей кромки, параметрами процесса резания и величиной удельных сопротивлений. Лезвие дискового ножа с углом заточки менее 6 градусов нестойкое, легко деформируется, изгибается, из-за чего резко ухудшается качество разреза. Ножи с углами заточки более 20 градусов вызывают смятие материала и увеличение затрат энергии на трение. Показатель качества поверхности разреза рыбы не только характеризует качество готовой продукции, но и является одним из показателей работы и совершенства современного рыборазделочного оборудования. Вероятно, это следует отнести ко всем устройствам и машинам, применяемым для резания пищевых материалов. На качество поверхности разреза рыбы наибольшее влияние оказывают режим резания, направление резания, вид рыбы, температура тела рыбы, фаски ножей, угол заточки и износ режущего инструмента. В качестве критерия качественной оценки поверхности разреза принимается шероховатость, то есть числовые значения для данного профиля, характеризующие высоту микронеровностей. В этом видео мы с вами рассмотрели параметры резания пищевых продуктов. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Поставьте колокольчик уведомления. А в нем все уведомления. На этом я с вами прощаюсь. Желаю успехов и до новых встреч.